Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. Сегодня наша программа будет посвящена нашим детям. Мы поговорим о том, как они учатся. Поэтому советую вам отложить все ваши дела и внимательно посмотреть нашу программу, потому что скоро в нашей студии появится самый настоящий эксперт в области образования. Его советы бесценны. А кто это, узнаем сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 10-15. В горах до плюс 10. Днем 26-31 градусов тепла. И местами до плюс 24. Высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14. Температура ночью 12-14. Днем 28-30 градусов тепла. И высокая пожароопасность. Как вы думаете, друзья, можем ли мы сделать так, чтобы наши дети с удовольствием ходили в школу и с таким же удовольствием учили уроки? Оказывается, очень даже можем. Как это сделать, знает герой нашего сюжета, который очень скоро появится в нашей студии. Как и все мальчишки, в детстве Заур Каркмазов мечтал стать летчиком, милиционером, переводчиком. Со временем приоритеты поменялись. Окончив школу, он поступил в Северокавказскую гуманитарную академию на факультет прикладной математики и информатики. Предметы сложные, но очень интересные, уверен Каркмазов. СН будет равно В1 умножить на Ку в степени Н минус 1. Все это деленное на Ку минус 1. Окончив ВУЗ, Каркмазов поступил в аспирантуру, но уже на новую специальность. Кафедру общей истории и философии. Вот тогда-то он впервые попробовал себя в роли учителя. Аспирантам полагались часы, практические часы. То есть ты помогаешь преподавателю вести урок, ты являешься его ассистентом. И будучи ассистентом, я сидел на занятиях, на парах, на лекциях. И мне понравилось вести беседы со студентами на те или иные темы, узнавать об их мировоззрении. И вот начиная с того момента, я уже подумал, хорошо было бы стать преподавателем, потому что каждый день ты узнаешь что-то новое. Зоук преподавал в колледжах Черкеска. Работать со студентами ему нравилось. Четыре года назад Каркмазова пригласили в качестве учителя математики в пятую школу Учжигуты. Математика, наука сложная и серьезная. Тут нужны точность и логическое мышление. Перед педагогом стала серьезная задача. Как увлечь современных школьников, интересы которых от математики, ух, как далеки. В записи под диктовку или списывание с учебника не для современных учеников. Нужно искать новые подходы. Зоук Каркмазов проблему решил. Когда за дело берется преподаватель с новыми интересными идеями, даже урок математики может стать очень интересным. Да и вообще, если математика часть нашей жизни, бояться ее точно не стоит. Начнем нашу тему с небольшой исторической справки. Индийский принц пообещал изобретателю шахмат в награду за его изобретение. Любую награду. Все, что угодно. И изобретатель шахмат сказал, можно ли мне дать столько зерна, сколько уместится на шахматной доске, если поставить на первую клетку одно зерно, на вторую клетку в два раза больше, на третью клетку еще в два раза больше и так далее заполнить всю доску. Разумеется, Раджа подумал, что это очень просто и там не выйдет очень много зерен. Но когда начались подсчеты, оказалось, что зерен оказалось огромное количество. Как видите, эта цифра у нас 18 квинтиллионов, 446 квадриллионов, 744 триллиона, 73 биллиона, 709 551 615 зерен. То есть такое количество зерен, которое человечество не произвело, начиная со своего основания. Конечно же, Раджа опростоволосился, а изобретатель шахмат оказался в очередной раз провидцем, и он превзошел самого Раджу в математике. Вот. С этой темы мы начинаем нашу геометрическую прогрессию. Таких фишек у преподавателей немало. Они помогают во время урока сконцентрировать внимание на сложные темы, по-новому посмотреть на предметы. Я стараюсь мотивировать их. У меня есть несколько способов мотивации. Первый способ, конечно же, это бросить интеллектуальный вызов ученикам. Они очень хорошо воспринимают такие вызовы. Ты даешь им задания, посильные, конечно же, посильные, чтобы они могли с ним справиться, но они собираются с мыслями, начинают решать. Когда просто слушаешь и записываешь, это меньше запоминается. А вот когда ты сам пришел к логическому выводу, материал усваивается намного лучше, считает преподаватель Каркмазов. Верно, где-то взяла троечку. Скажи мне, пожалуйста. Троечка – это нашу Q, то есть номинать. Ага, замечательно. Так, молодец. Таким образом, мы найдем B первое. Ты нашла B первое, дальше нужно найти сумму. Семи. Семи. Ну, давай. Формула у тебя есть. Остается подставить, да, просто и все. Так, замечательно. Синус, косинус, тангис, катангис. Для учеников пятой школы Учжигуты не просто математические символы. У Зауры Каркмазова все разложено по полочкам, четко и понятно. Детям на таких уроках интересно. Заур Систелевич, учитель, который объясняет сложное простым языком, его можно понять просто с двух слов. То есть, объяснив какую-то сложную тему, любой ученик может понять это практически сразу. Также Заур Систелевич простой человек. То есть, он не выстраивает для себя самого сильного педагога. Он обычный человек, который показывает, на что он способен. Я думаю, что очень хорошо, что такой педагог, как Заур Систелевич, работает в нашей школе. Моя самая любимая, скажем, самая моя любимая в его профессии и в том, что он работает в нашей школе, то, что на его уроках, конечно, очень познавательно и интересно, но самое главное, присутствует юмор, присутствует веселье и нету гнетущей какой-то атмосферы. То есть, можно посмеяться, можно пошутить, но также обратно спокойно вернуться к уроку. То есть, соответственно, присутствует юмор и присутствует дисциплина. Это самое завораживающее. Заур Систелевич умеет подходить к каждому ребенку индивидуально. Ученики, детки с удовольствием ходят на его уроки, потому что к каждому уроку он подходит творчески, каждый урок у него интересный. В свои подходы в образовании совсем недавно Заур Карпмазов заезжал на конкурсе «Учитель года России-2024». Кого выдвинуть на этот конкурс, руководство школы даже не сомневалось. И не только потому, что преподаватель математики – мужчина. С первых дней он показал, насколько он грамотный, компетентный, эрудированный. Он очень хороший педагог, он знает свой предмет. Притом, кроме математики, он преподает информатику. Он прекрасный преподаватель. Когда сидишь у него на уроках, даже не зная азы математики, можно понять, о чем речь. Не просто так вот человек пришел, дал свой урок и ушел. Он умеет, знает, притягивает детей. Разбудить может даже двоечника, чтобы ребенку хотелось где-то участвовать или выполнять даже элементарное домашнее задание. Выбор руководства оказался правильным. Заур Карпмазов стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года». И теперь будет представлять Карачево-Черкесию на федеральном уровне. Мой мастер-класс назывался «Вероятность и статистика в конкурсах «Учитель года» России». Эта тема рассказывала о том, сколько, например, какие регионы чаще всего побеждали в конкурсе «Учитель года», какие учителя чаще всего побеждали, мужчины или женщины, какие дисциплины чаще всего брали победу в финалах конкурса и так далее. Мы, коллеги, нисколько не сомневались в его победе. Как на муниципальном уровне, так и в региональном уровне этапа. Мы надеемся, что он с достоинством представит нашу республику, нашу любимую Карачево-Черкесию на федеральном этапе этого конкурса «Учитель года». Ну что ж, дорогие друзья, прошу любить и жаловать. Победите регионального этапа «Учитель года» России 2024 «Заур Каркмазов» с собственной персоной, гостья, о котором я вам говорила. Заур, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, я поздравляю вас с вашей победой. Спасибо большое. Думаю, было непросто. Трудно было. Ну, было немножко сложно. Вот. Ну, не то, что прям очень сложно. Ну, терпимо. У меня были довольно крепкие соперники. Все подготовленные, разумеется. Вот. Каждый муниципалитет, муниципальный район выставил своего кандидата, который до этого прошел муниципальные испытания. И в конце концов мы все встретились в финале. Ну, насколько я знаю, то, что вы победили, тут, конечно, львиная доля – это ваша заслуга. Творчески вы готовились к этому. Но помогали вам и ваши коллеги, и руководство школы, правильно? Конечно. И руководство школы, и коллеги, и администрация Учигутинского района. Мы всемирно, всеми силами старались мне помочь, спрашивали, что мне необходимо для подготовки. Оказывали помощь. И мы им за это благодарны. Очень. Каждый урок математики имеет свою сложность. Какие-то уроки более сложные, какие-то полегче. Конечно же, если ты объясняешь тему ученикам, твоя задача основная – достучаться до них, чтобы каждый из них, даже самый ленивый, понял эту тему. На конкурсе все мои соперники были учителями. То есть это люди образованные, высокообразованные, профессионалы своего дела. Моя задача на конкурсе была достучаться до них совсем немножечко. То есть дать им небольшой мастер-класс. Наше соприкосновение с ними было только на мастер-классе. В остальные дни мы с ними особо даже и не виделись. То есть моя задача была дать им небольшой мастер-класс по моей дисциплине. Каждый из нас давал мастер-класс остальным. Учил какому-то небольшому семиминутному уроку. Что я с успехом, мне повезло, сделал. Заур, скажите честно, что труднее – участвовать в конкурсе или готовиться к конкурсу, или вести обычные уроки математики? Я думаю, что сложнее все-таки давать урок математики детям. Почему? Ну, потому что здесь моя задача – достучаться до каждого маленького человечка, чтобы этот человек вник во всю суть проблемы этого урока. Поскольку уроки математики отличаются сложностью. Если на уроке литературы вам достаточно прочитать произведение, проанализировать его или выучить стихотворение, то на уроке математики ваша задача заключается в том, чтобы понять тему, уметь использовать формулу, уметь решать задачи. И на все это уходит не очень много времени. Минут 15 урока отводится на то, чтобы объяснить тему ученикам. Дальше уже работают сами ученики доски с моей небольшой помощью. Ну, это мы как раз таки видели в сюжете, как вы это делаете. Ну, вот и один из способов мотивации, вы сказали, что у вас есть несколько способов мотивации, про один мы рассказали, это мы бросаем вызов ученикам. А осталось еще два, какие-то? Осталось еще даже три, я начну прямо с первого даже. Разумеется, первый, повторюсь еще раз, это бросить вызов ученикам. Именно интеллектуальный вызов. Каждый человек любит решать задачи, которые кажутся непосильными. Именно в этом и заключается интеллектуальный вызов. Разумеется, я даю им задачу посильную, чтобы они справились с ней, но чтобы они затратили на нее усилия. Самое главное, умственные свои усилия. Приложили все свои знания к решению этой задачи. Также можно показать ученикам, это второй способ, математические фокусы. То есть какие-то фокусы, которые на первый взгляд противоречат здравому смыслу. И ученики сначала сомневаются в этом, думая, что этого не может быть. Но затем, увидев на практике, что это происходит, конечно же, они рады. Это также их немного мотивирует. А что это за фокусы? Вы что, как фокусник на уроке показываете? Это фокусы с цифрами. То есть можно что-то посчитать. Можно, например, угадать по некоторым цифрам дату рождения ученика. Или человека, даже не знаю, и так далее. Но если будет свободное время, я покажу вам обязательно. Также, конечно же, мотивирующим является то, чтобы показать ученику практическую задачу для применения того или иного урока, той или иной темы. Например, геометрия чаще всего подходит для этого. Геометрия, разумеется, у каждого из нас встречается в жизни. Поэтому можно применить задачки. Ну и четвертый способ мотивации – это рассказать какую-нибудь историческую математическую задачку. Ну вот видите, Заур, вы учились в институте. Наверняка изучали педагогику, психологию. У вас есть опыт преподавания. Я бы хотела попросить вашего совета. А что делать нам, родителям, чтобы наши дети с удовольствием ходили в школу? Ведь вы знаете, что мы, наверное, и видели, что пусть не все ученики, но какая-то часть из них, вот учителя жалуются, не хотят учиться, у них нету интереса. Они предпочитают посидеть в телефоне, переписывать, все что угодно, но только не уроки. Как нам, родителям, мотивировать детей ходить в школу? Мотивация родителей для того, чтобы их дети ходили в школу, прежде всего, заключается в том, чтобы они объяснили детям, что их будущая профессия, какая бы она ни была, связана со школой. То есть необходимо получить начальное школьное образование, среднее школьное образование. И только после этого они смогут поступить в тот или иной вуз или среднее учебное заведение. Конечно же, не всем нравится учиться в школе, особенно сейчас, когда такое огромное количество развлечений, таких как телефоны, планшеты, прочие гаджеты. И сейчас уже появились у детей готовые домашние задания. То есть даже нет необходимости решать что-либо, просто все готово. И поэтому гораздо сложнее сейчас, не только родителям, учителям тоже сложнее оценивать детей, поскольку ты не понимаешь, как этот человек сделал домашнее задание. Сделал ли он его сам, списал ли он его. Конечно же, в этом плане я сам являюсь родителем школьников. Конечно же, мои дети так же, как и прочие, не особо горят желанием постоянно ходить в школу. Конечно же, они радуются выходным дням. И моим способом мотивации, лично моим, является то, что я не требую от них, никогда не требую от них хороших оценок. Я от них требую знаний, не оценок, прежде всего знания. Даже если ты знаешь на удовлетворительную оценку, главное, что ты знаешь, оценка заслужена. Вот, поскольку я объясняю им тем, что в дальнейшем вам необходимо будет поступать в тот или иной вуз по вашей, по специальности, которая вам нравится. Чтобы там работать, вам необходимы будут эти знания, этот багаж школьных знаний, потому что дальше будет у вас первый курс, второй курс, третий курс. И если не будете знать основных школьных математических и прочих знаний, то дальше вам будет очень сложно закончить вуз, получить диплом, работать по специальности. Работает? Конечно, работает, да. Работает, да? Стараются, да. А вот я недавно с одной мамочкой говорила, она говорит, а мне все равно, как мой сын будет учиться, мне главное научить его зарабатывать. Я, например, когда мне приходят ко мне, ко мне пришли самые маленькие для начала, пятиклассники, я начал вести учеников с пятого класса. И когда у меня спросили ученики пятого класса, а зачем нам математика? Я сказал, ну хотя бы для того, чтобы тебя не обсчитали в магазине. То есть ты должен уметь считать правильно, ты пойдешь туда с какой-то суммой, мама тебя попросит купить то, это, пятое, десятое, тебя могут обсчитать. А тут ты будешь прекрасно считать, получишь верную сдачу и придешь домой. Хотя бы это необходимый минимум для того, чтобы изучать математику. А дальше, конечно же, больше уже. Скажите, пожалуйста, а вот вы со своей стороны, работая в школе, каждый день общаясь с учениками, что вы нам посоветуете, посоветуете вот родителям, что сделать для того, чтобы ребенок успешно сдал экзамены, что нам нужно? Ребенка не нужно постоянно тормошить, он должен быть спокойным. Все, что он будет делать в спокойном состоянии, он сделает гораздо лучше, чем если он будет нервным. Не нужно нервничать, прийти, спокойно прийти на экзамен. Открываешь задание и потихонечку, начиная с самых легких, начинаешь выполнять задание. Выполняя самые легкие задания, ты потихонечку готовишь себя к более сложным заданиям. И в конце уже, когда ты выполняешь все легкие задания, ты потихонечку успокаиваешься и к более сложным заданиям подходишь уже с холодной головой. Будет гораздо легче, конечно же. Самое главное, никакого волнения. Волнение это то, что может на экзамене человека погубить. Только больше это, больше ничего. Мы благо живем в такое время, когда у нас уже в сети интернет выкладываются все предыдущие экзамены и ЕГЭ, и ОГЭ. Ученик может открыть, ознакомиться с тем, что ему предстоит. Сделать акцент на решении именно этих заданий. Посмотреть, как они решаются. Поскольку сейчас выложено все, решение даже самых сложных заданий. Он может посмотреть, потренироваться. У него довольно много времени для этого. Смотришь, тренируешься, решаешь и приходишь уже более-менее подготовленным. Вот я, например, со своими учениками к экзамену ОГЭ буду готовиться, решая все варианты предстоящего ОГЭ. Там будет 36 вариантов. Мы с ними должны решить 36 вариантов. То есть они будут, решив 36 вариантов ОГЭ, они будут уже хорошо подготовлены. Они придут уже, им может даже встретиться тот вариант, который они решали полностью. Поэтому им будет гораздо легче. Подготовка всегда нужна. Она всегда приветствуется. Что говорить ребенку? А как его настраивать? С точки зрения психологии. Что вот мне, как маме, говорить ребенку? Не беспокойся. Не беспокойся. Ничего страшного не случится. Ты сдашь. Хорошо. Отлично. Даже если ты получишь троечку, ничего плохого в этом не будет. Даже получив плохую оценку, у тебя всегда будет возможность пересдать. Ты подготовишься и пересдашь. Не беспокоиться по этому поводу ни в коем случае. Не нервничать. Приходить спокойно на экзамен. Все. Ничего лишнего. Спасибо вам, Заур. Родители, надеюсь, нас услышали и примут к сведению. Потому что настроение мамы с папой, бабушек, дедушек обязательно передастся ребенку. Конечно же. Заур, а ведь вам тоже предстоит серьезное испытание. Вы будете представлять Карачао-Черкесию на федеральном этапе. Волнуетесь? Конечно, волнуюсь. Из 90 учителей со всей России выберут 15, которые пройдут следующий этап. После чего из этих 15 отсеется еще 10. И пятеро будут представлять уже наш педагогический состав России в Кремле, насколько я помню. Значит, тогда мы вам уже советуем, вы нам посоветовали родителям, что делать, мы вам тоже советуем. Не волнуйтесь, у вас все получится. Спасибо большое. Спасибо. И последний вопрос. Больше вас мучить не буду. Вы знаете, что в любом случае вы в Кремле всегда к победителям, к участникам конкурса приходит на встречу президент нашей страны Владимир Путин. То есть у вас будет возможность его послушать, побеседовать. Какой-то вопрос зададите ему? Я не думал даже о вопросе к президенту, честно говоря. Ну, я думаю, что к этому времени вопрос у меня созреет. Ну что ж, я желаю вам удачи, победы, достойно представить наш регион на федеральном этапе конкурса. Огромное спасибо. Удачи вам. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша программа закончена. Надеюсь, вам было с нами интересно. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...